Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Андрея Погорелов и в этом выпуске. Модульная котельная запущена, подключены часть домов в Берде-Естяхе. Готовятся документы в органы опеки. Состояние ребенка, которого сбросил со второго этажа родной отец, остается крайне тяжелым. Больничные талоны сменяются электронными. Преимущество оценили пациенты и персонал Нервного. В минувшую субботу жители села Берде-Естях остались без отопления. В котельной произошел пожар. В результате аварии без тепла осталось 56 объектов. Это частные многоквартирные дома, административные здания и социальные объекты. Уже три многоквартирных дома подключены к отоплению. Восстановительные работы идут полным ходом и даже с опережением графика. Коммунальщики присоединили котельную к электрическим и тепловым сетям. Также ведется работа по подготовке к запуску модульной котельной мощностью 1 мегаватт, которая была доставлена из Якутска. Как работаете? Нормально работа идет. Нормально. Сами приехали? В Якутск. Когда закончена вся подготовительная работа, когда будут заполнены емкости для топлива, для воды. А как вы вообще не хотите, что-то неслабо или что-то раньше? Ну, прогноз никаких давать не будут. Ну, вы все-таки надеете, да? Ну, часа 2-3 может быть. На данный момент модульная котельная уже запущена, но подача тепла пока осуществляется от старой котельной. Температура подачи постоянно повышается. В ближайшее время ожидается подключение еще 4-12 квартирных домов и частного сектора. Состояние 10-месячного ребенка, которого сбросил со второго этажа родной отец, по-прежнему остается крайне тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Напомним, инцидент произошел в селе Сунтар. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил со второго этажа 10-месячного сына. Серьезность многочисленных травм не позволяет транспортировать ребенка в Якутск. Что касается отца, обвиняемый заключен под стражу. В отношении мужчины 1994 года рождение возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. На сегодняшний день поздороваемый задержан в порядке 91-92 Кодекса Российской Федерации. И в настоящее время решается вопрос о безбрании в отношении его мероприятия в виде заключения под стражу. Убийским жертвым следственным отделом, следственным управлением следственного комбинаторской федерации по республике Сахар-Якутия возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии. На сегодняшний день поздороваемый задержан в порядке 91-92 Кодекса Российской Федерации. И в настоящее время решается вопрос о безбрании в отношении его мероприятия в виде заключения под стражу. На данный момент по уголовному делу проводится необходимый ряд следственных действий, в том числе назначена судебная экспертиза в отношении ребенка, поздороваемого, а также комплексная психологопсихотерическая экспертиза в отношении поздороваемого. Готовятся документы для передачи в органы опеки. Дело по инциденту изучает детский омбудсмен республики Анна Соловьева. Уполномоченный по правам ребенка озадачен над тем, что сброшенного малыша заметили не сразу и тем, что продолжительное время он не был госпитализирован. Также дает повод задуматься о состоянии алкогольного опьянения обвиняемого. Видимо, очень доступна алкогольная продукция в этом населенном пункте, потому что это случилось после 12 часов ночи, значит, мужчина был в таком затяжном состоянии, пьяным, значит, для них это очень доступно. Естественно, мы будем писать именно в администрацию Сунтарского УЛУСа, в органы опеки и попечительства, которые должны нам дать характеристику этой семьи. И вот вы знаете, у нас закон тоже запрещает вмешиваться в личное дело семей. Поэтому я даже не знаю, о чем мне напишут органы опеки. Вполне возможно, они могут написать о том, что семья на учете не состояла. Хотя этот мужчина ранее был привлечен за то, что он кому-то угрожал жизни и здоровью. Это уже говорит о том, что этот человек достаточно опасный. Действительно, в районном центре Сунтарского района не действует закон о запрете розничной продажи алкоголя. В целом, в зону трезвости входят 7 наслегов района. Об этом информирует Управление по контролю над розничной продажей алкогольной продукции. В данное время по республике полностью от продажи алкоголя отказались 162 наслега. Руководитель Управления отметил, что в Якутии по пропаганде здорового образа жизни ведется целенаправленная работа. Но среди населения необходимо искоренить понятие о так называемой культуре питья. Сунтарский улус на сегодняшний день порядка 7 сел объявлены зонами полного запрета. Но улусный центр пока от этого магазины имеет возможность продажи. В нашей республике последний год впервые зафиксирован уровень снижения пьяной преступности именно на 6%. Это данные МВД. Но тем не менее, видите, такие случаи происходят. И всегда я думаю, как руководитель, как человек, который за трезвый, здоровый образ жизни, всегда думаю, убери алкоголь в этих ситуациях. Будет это ДТП, будет это убийство, будет это вот этот случай, когда отец выкидывает ребенка. Убери алкоголь, все живы-здоровы. Содержание алкоголя – это наркотик, это яд. Он вообще меняет человека до неузнаваемости. К другим темам. Метель и актированные дни обещают синоптики в районах Якутии. В Колымской группе районов ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду. В Нижнеколымском, Среднеколымском и Верхнеколымском районах ожидается сильный снег. Метели будут при ветре 22 метра в секунду. Температура воздуха ожидается минус 13 градусов. Кроме того, температура ниже 45 градусов зафиксирована в ряде районов. Там объявлены актированные дни. Минус 45 сегодня в Намсах и Покровске. Минус 46 в Тек-Кюэле и Теплом Ключе. Минус 47 в Чуропче и Кюсюре. А в Батамайе минус 48. В Якутске днем ожидается минус 36 градусов. Оснований для введения карантина в городских школах пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации города Якутска. Заболеваемость среди школьников не превышает 5% от общего числа, сообщили в пресс-службе. Ранее НВК Саха сообщало, что несколько классов школы номер 17 в Якутске закрыты на карантин. Учебный процесс приостановлен с 27 по 31 января. Больничные очереди сменятся электронными. В Мирненской центральной районной больнице новая система записи к врачам. Она упрощает процедуру регистрацию. Разницу заметили и наши коллеги. Богдан Кульчицкий пришел на прием к врачу не как обычно, а по записи. За день до этого позвонил в регистратуру поликлиники, назвал удобное для себя время. Признается, такие изменения приятно удивили. Девушка уже все сделала. Я сейчас только забираю талон и карточку. Внедрять в поликлинике систему электронной очереди начали еще летом. Персонал прошел обучение. Преимущество электронное перед живой очередью оценили в первую очередь сами работники регистратуры. Поступил звонок от пациента. Я записала человека к эндокринологу. Выбила талон, найду карту, положу в ячейку, и пациентка сразу направится к своему врачу. Ей не придется стоять у нас в очереди. Списки посетителей составляют за день до приема, поэтому к приходу пациента его медкарта уже находится у врача. Это очень упрощает жизнь так и к врачам, так и к пациентам. Пациенты сами выбирают время и день, когда они могут к нам подойти. А мы, как врачи, можем понять, кто к нам придет, во сколько придет. При необходимости просмотреть историю болезни за период на тот, когда они у нас наблюдаются. Однако многие больные к новшеству еще не привыкли. Например, пожилые люди по-прежнему идут на прием без записи. К таким на помощь приходят сотрудники Центра поддержки и сопровождения пациента. К ним может обратиться любой человек. Вот здесь у нас сайт ER14, тоже через него можно записаться. Если проблемно еще зарегистрироваться, то, конечно, лучше позвонить по телефону регистратуры, телефон колл-центра и горячей линии 22641. Раньше попасть к врачам можно было лишь в порядке живой очереди, либо по талонам. Теперь у пациента есть для этого три способа. Теперь, чтобы записаться к доктору, не обязательно стоять в очереди. Можно заранее записаться через сайт или позвонив в регистратуру. Ну а те, кто срочно нуждаются в медицинской помощи, без внимания не останутся. Их примут вне очереди. Ивана Филипова, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Глава Нерюнгринского района отчитался перед крупным промышленным предприятием. Виктор Станиловский также посетил работников электростанций, здравоохранения и жителей дальних поселений. О тревогах населения Южной Якутии и о возможных путях решения этих проблем в сюжете наших корреспондентов. Во время беседы главы с работниками угольной промышленности и ГРЭС проблем, связанных с предприятиями, где они работают, не прозвучало. Работников волнуют бытовые вопросы, такие как регулярное поднятие цен на услуги ЖКХ, неудовлетворительное качество пассажирских перевозок в районе, вопросы по благоустройству города и ремонту дорог. Много нареканий высказано по поводу здравоохранения. Люди недовольны качеством медицинского обслуживания, нехваткой врачей, отсутствием ремонта в медицинских учреждениях. Есть ли вообще планы в администрации реконструкции или вообще поднятие на уровень выше детской медицины? Вот касаемо предметно-директрическая детская поликлиника. Значит, по детской поликлинике, она стоит у нас уже сейчас в первую очередность плана, то есть ее, ну, например, так, приведение к уровню городского века, замена медицинского оборудования, ремонт кабинета и так далее. В дальних поселениях района все более острой становится проблема ухудшения экологической ситуации. В селе Большой Ахатыми с численностью чуть более 200 человек, жители жалуются на трубовозы, которые с огромными грузами проносятся близ их домов с большой скоростью. А всех жителей поселка Чульман волнуют углевозы, непрерывно курсирующие в поселке. Сегодня, к сожалению, культура вождения водителей желает быть намного лучше. То есть сегодня идет всегда стабильно перегруз, значит, никогда практически не закрывается полагами. Идет россыпь всего угля по трассе, особенно Серебряный Бор, поселок Чульман. То есть это очень некрасиво. И так получается такое впечатление, что как будто бы мы, особенно поселок Чульман, живем не в поселении, а на угольном разрезе. И вот эта работа, я еще раз говорю, она ведется вместе с депутатами районного совета, с поселковыми депутатами, с общественностью. Работа власти с населением путем открытого общения прошла по всему району. На вопрос волнующих жителей даны разъяснения. Все принимаемые меры, по словам властей, и далее будут направлены на реализацию главной цели – достижение высокого уровня социально-экономического развития района и улучшение жизни людей. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Айала Моссов, НВК Сахая, Нерингре. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Состояние ребенка, прогнозы врачей, подробности инцидента в Сунтарском районе в нашем материале. Мука, сахар. Жители Усть-Майи получили товары по программе государственной поддержки. Коллега из Австралии закончил съемки для документального фильма о полисе холода. Чем привлекает туристов Якутия? На этом все. Развитие новостей узнаете из следующих выпусков. Удачного вам дня!